ПОМИДОР Существует большое разнообразие томатов с тысячами сортов, которые отличаются по цвету, форме, размеру, вкусу и продолжительности роста, скороспелости, адаптации к холодному или жаркому климату и уровню влажности. ПОМИДОР Есть помидоры высокорослые, индетерминатные, что означает, что растения будут постоянно давать новые цветки, а урожай томатов растянется на длительный период времени. Для помидоров с детерминатным ростом растения цветут в течение короткого периода, и сбор урожая будет происходить в течение сокращенного периода. ОПЫЛЕНИЕ Цветок томата гермафродит. То есть мужской и женские органы находятся в одном цветке, а пыльца тычинок может оплодотворить песик того же цветка. В таком случае цветок называется самоопыляемым. В регионах с умеренным климатом репродуктивные органы большую часть времени хорошо скрыты в цветке. Перекрестных опылений констатируют очень мало. С другой стороны, в теплых и тропических регионах уровень перекрестного опыления намного выше. Длина пестика указывает на риск перекрестного опыления. Насекомым легче опылять пестик длиннее тычинки, чем короткий пестик, спрятанный среди сросшихся тычинок. Крупные мясистые помидоры часто имеют двойные цветки. Это увеличивает риск скрещивания. Поэтому необходимо наблюдать за цветочной структурой каждого сорта, а также за уровнем активности насекомых в вашем саду. Риск перекрестного опыления может быть уменьшен присутствием других цветов в саду, чей нектар предпочтут пчелы и шмели. Встряхивание растений помидора несколько раз в день при отсутствии ветра также способствует самооплодотворению цветков. В регионах с умеренным климатом, чтобы максимально избежать перекрестного опыления между сортами с коротким скрытым в цветке пестиком, рекомендуется отделить один сорт от другого на расстоянии 3 метра. Для сортов с длинным и выступающим пестиком должны соблюдаться большие расстояния – от 9 до 12 метров. В жарких и тропических регионах изолирующие расстояния между каждым сортом должны составлять 1 километр. Это расстояние может быть уменьшено до 200 метров при наличии между двумя сортами такого натурального барьера, как живая изгородь. Также возможно использовать сортовую изоляцию под фиксированной противомоскитной сеткой. Об особенностях этой методики проконсультируйтесь с модулем о технической изоляции в разделе «Основы семеноводства». Жизненный цикл Помидор – однолетнее растение в регионах с умеренным климатом. В тропических регионах растение может жить много лет. Выращивание семенного растения помидора такой же, как и помидора, употребляемого в пищу. С ранними сортами вам будет необходимо ждать не менее 40 дней, чтобы получить спелый плод. Для некоторых сортов этот период может доходить до 60 или 80 дней. В этом случае речь идет о среднеспелых или поздних сортах. Селекция должна проводиться с растений, которые наблюдались во время всего периода роста и которые соответствуют искомым критериям отбора. Что касается растений, обратите внимание на регулярный и сильный рост, ранние или поздние плодоношения, многочисленные цветки с хорошим плодоношением. Для сортов определенного роста выбирайте компактные растения с коротким периодом сбора урожая. Вам стоит попробовать плоды, посмотреть, сладкие они или кислые. Что касается фруктов, обратите внимание на типичные характеристики сорта, размер, цвет мякоти, красивый внешний вид кожицы или количество долей в плодах. Селекция из уже собранных помидоров не позволит узнать все характеристики, связанные с ростом сорта. Помидоры собираются здоровых растений, когда плоды созрели и пригодны для употребления. Лучше всего выбирать первую или вторую группу цветов. Можно также собрать плоды и позже, в сезоне, если растения не были поражены болезнями. Для сохранения высокого генетического разнообразия в пределах сорта необходимо отобрать томаты с 6 до 12 разных растений, но не собирать с больных стебли или поврежденные плоды. Если плоды не успевают созреть на растении, что может случиться в холодных регионах и в горах, собранные плоды можно оставить, дозревать в теплом месте, например, в теплице или у края окна. Извлечение, сортировка и хранение семян Чтобы извлечь семена, выбирайте очень спелые плоды, но не ферментированные. Для небольшого количества семян разрежьте плоды и извлеките семена и часть мякоти в стеклянную банку с помощью ложки или сдавливая плод. Для большого количества семян или для сортов маленьких помидоров черри либо диких помидоров нарежьте плоды на кусочки, положите в большую емкость и перемешайте в блендере. Каждое семя томата окружено желатиновой оболочкой, которая препятствует прорастанию семени. Вы должны использовать метод брожения, чтобы желатиновая оболочка оттелилась от семян. Обратитесь к модулю о ферментации, очистке и сортировке семян в разделе «Основы семеноводства». После мойки водой обязательно высушите семена в течение нескольких дней в сухом, проветриваемом и затененном месте. Другой метод при небольшом количестве семян состоит в том, чтобы высушить их в кофейных фильтрах, которые являются очень абсорбирующими и к которым семена не прилипают. На один фильтр используйте максимум одну чайную ложку семян. Затем повесьте эти пакетики на сушилку в сухом, проветриваемом, затененном месте. Поместите семена томата в защищенном от жары, влаги и света месте в стеклянной банке или пластиковом пакете. Не забудьте положить этикетку с указанием года производства, вида и названием сорта внутрь пакета. Схожесть семян томата варьируется от 4 до 6 лет. Чтобы продлить этот период, храните семена в морозильной камере. Схожесть они варьируются в морозильной камеры. Схожесть семена в морозильной камере. КОНЕЦ ФИЛИЯ ФИЛИЯ Готовая куриная камера Варьируется в мусор Схожесть Эмбария Рыбара Цепь Варьируется Музор Музор Аккод Субтитры создавал DimaTorzok